Добрый день, это программа Наши Новости. Меня зовут Кирилл Политов. Прямо сейчас о самых значимых событиях на данный момент. Вновь есть новость о нашей Барнаульской Анне Чапман. Мария Бутина пока не может погасить огромный долг перед адвокатами. За полгода семье Бутиных удалось собрать порядка двух миллионов рублей. Вся же работа юристов оценивается в 40 миллионов. Отец Марии в эксклюзивном интервью рассказал моим коллегам о том, что адвокаты берут по часовую оплату. Ежедневно приезжают к Бутиной в тюрьму, консультируют ее. Вот только если семья вовремя не оплатит долг, Мария может остаться без поддержки юристов. Адвокаты представляют организацию, адвокатскую контору. И если в адвокатскую контору не поступает оплату услуг, то она может своим работникам, что называется, дать распоряжение о прекращении защиты в этом процессе. Сейчас Мария общается с миром через адвоката. Иногда ей все же удается созваниваться с родственниками. 26 февраля в Вашингтоне пройдут очередные слушания по делу В американской тюрьме она находится уже седьмой месяц. Возможно, в марте будет вынесен приговор. Семья надеется, что Марию смогут депортировать. Теперь к новостям уже местного уровня. В Алтайском штабе Общероссийского народного фронта полностью сменили руководящий состав. На прошедшие региональные конференции оказались переизбраны все три сопредседателя. Новыми главными фронтовиками стали член общественной палаты Барнаула Евгения Гущина, член Совета медицинской палаты региона Ирина Козлова, а также президент Альянса независимых региональных изданий Юрий Пургин. Они пришли на смену депутату Барнаульской городской думы Марине Ермоленко, руководителю профсоюза работников образования Юрию Абдулаеву и известному врачу Якову Шойхиту. В то же время все трое остались в составе штаба, куда также входит 30 известных в городе и крае персон. Отметим, это первая крупная смена руководства регионального ОНФ с момента его образования в 2013 году. Зато здесь все традиционно. В библиотеке имени Шишкова дан старт ежегодному фестивалю издана на Алтае уже 14 по счету. На приличной по масштабу выставке представлены труды литературных гигантов региона и тех, кто только делает первые шаги в публицистике. Эти книги были выпущены или переизданы в 2018 году. Количество экземпляров от сотни до несколько тысяч. По словам организаторов фестиваля, работы связаны со знаковыми событиями года в стране и регионе среди авторов, ученые, любители и даже школьники. Традиционно в программе фестиваля пройдет конкурс «Лучшая книга Алтая». Имена победителей огласят 28 марта. Имена других победителей скоро узнаем мы по итогам шахматного турнира, который в эти дни принимает Барнаул. Мастера сражаются прямо в эти минуты. На турнир «Белая ладья» приехало более 100 школьников со всего региона. Это лучшие шахматисты Алтая. Все они прошли сквозь сито отбора на муниципальном уровне юные спортсмены. Юным спортсменам не больше 14 лет, но они уже конкурируют наравне со взрослыми. Из примечательного в этом году турнир «Белая ладья» отмечает 50-летний юбилей. Впервые его провели в Москве в 1969 году. Алтайский край присоединился к соревнованиям в 80-х. Наш регион в последние годы очень хорошо прибавил и во многом благодаря развитию программы шахматы в школе. Напомню, что в нашем регионе эта программа уже два года присутствует. Мы один из десяти регионов России, где она развивается. Оценивать участников турнира будет жюри из Федерации шахмат Алтайского края. Первые партии уже сыграны. Финальный поединок состоится в это воскресенье. Победители краевого этапа отправятся на всероссийский финал «Белой ладьи», который пройдет летом в Сочи. Да, ну вот в Сочи сейчас плюс 11. Чуть позже расскажем вам о погоде в Алтайском крае и Барнауле, которая, кстати, в ближайшие дни вполне летная. И если вы запланировали дальний перелет или бизнес-поездку, можете плотно не завтракать, ведь в Барнаульском аэропорту появилось новое кафе быстрого питания. А вот какое, расскажем далее. Хотите подкрепиться аппетитными блинчиками или приятно провести время за чашкой качественного ароматного кофе? Сеть блинных сковородов на теперь и в Барнаульском аэропорту имени Титова. Румяные свежеиспеченные блинчики с разнообразными начинками. Визитная карточка сковородовны. Теперь ожидание нужного рейса или встреча любимого друга не будет столь утомительным. Здесь радушный прием и высокого качества продукция на любой вкус и по весьма доступной цене. Сеть блинных сковородов на постоянно расширяется. Точка в аэропорту имени Титова уже 14 по счету только в Барнауле. На сегодняшний день сеть блинных представлена в шести городах региона и насчитывает 24 кафе. Здесь приготовят быстро, напорнят вкусно и качественно. Новая блинная сковородовна удобно расположилась в зоне ожидания аэровокзала и работает в круглосуточном режиме. Путешественник и встречающий по достоинству оценят гостеприимство сковородовны, которая всегда печется о вас. Так вот теперь точно о погоде. Спонсор прогноза погоды компания Валар. Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит фитотерапия от Валар. Почувствуйте разницу. Валар выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, в отдельных районах пройдет снег, температура днем в Белокурихе минус 7, 9 градусов мороза в Зминогорске, около 12 ниже нуля в Бийске и Заринске. В Барнауле легкий снег, ночью 12 ниже нуля, температура днем минус 9. Напоминаю, телефон редакции у нас в Барнауле не изменен, 722 440. До встречи в вечернем выпуске новостей. Вместе подведем итоги дня.